Александр Шевкунов Бастард Главы с 36 по 40 Гаспар облачился в кожаный камзол со множеством ремешков поверх плотной рубашки. Вошел в оружейное поместье, поставил подсвечник с тремя толстыми свечами в паз на стене, запер дверь. Трепетный свет прореживает мрак. Искрится на клинках мечей, шпаг, рапир, фальшонов и великого множества экзотических оружий смерти. Среди коллекции затесался даже гроссмейсер, нож, притворяющийся мечом. Гаспар поморщился? Нужно выкинуть. Этому оружию чуждо само понятие фехтования. У дальней стены огромное распятие из красного дуба на гранитном основании, на вертикальной балке под ногами Иисуса. Висит шпага с красной сердцевиной и ажурной гардой, обволакивающей эфес. Гаспар опустился на колени, сложил ладони у горла, касаясь кончиками пальца в губ. Зашептал молитву, не спуская взгляда с дивного клинка. Подарок Папы Римского. Типичная шпага, но с одной важной особенностью. Сердцевина сделана из копья Лангина, проткнувшего сердце умирающего полубога и гвоздей, удерживавших его на кресте. Именно копьем Лангина Аларих поверг прогнивший Рим и убил последнего императора, прервав осквернение святой крови и заложив фундамент нового мира. Гаспар закончил молитву. Достал из-под рубахи крестик флакон, заполненный смесью божественной крови и вина. Свингил крышку и залпом осушил. Мышцы живота напряглись. Следом застыли плечи и горло. Мужчина содрогнулся и шумно выдохнул. Тело наполняет силой легкость. Тугие волны счастья бьют в голову. Прокатываются вдоль позвоночника. Гаспар поднялся, бережно взял шпагу с креста и взвесил в руке. Улыбнулся и подцепил к поясу. В первый бой парнишка даже смог ранить. Это достойно уважения. Значит, Орландо заслуживает почетную смерть от оружия, пропитанного кровью бога. Луиджиана пошла полукругом, аккуратно ставя ноги в глубокий снег. Наст, зализанный ветром до зеркальной гладкости, проламывается с хрустом. Тусклое солнце прячется за сплошной пеленой серых облаков. С крючковатых ветвей за танцем наблюдают нахохлившиеся вороны. Орландо идет противоходом. Кончик скиевона царапает снег, чертя малый круг в кольце следов. Закончив полный оборот, рванули друг на друга. Зазвенела холодная сталь и оборвалась. Парень и девушка разошлись в разные стороны. Луиджиана подхватила вяленое мясо с растерянного куска ткани. Начала грызть, наблюдая за Орландо. Парень выглядывается в следы, водит мечом и хмыкает. Наконец удовлетворенно кивнул и разогнулся. Да, все сходится. В тот раз он двигался примерно так же, только быстрее. Сказал Орландо, улыбаясь и прячась киевону в ножна. Синьор, Гаспар быстрее меня в несколько раз, предостерегла девушка, проглотив полуразжеванный кусок мяса. Иногда я не могла уследить за шагами. Я учту, ответил Орландо, кивая. А ты? Что я? Насколько быстрый? Парень пожал плечами, потер ладони и дыхнул, накрывая рот и нос. Покосился на разочарованно каркающих ворон. Птицы хотели поживиться свежим мертвяком, но люди, вопреки обыкновению, не торопятся убивать. Не знаю. Особенно не с чем сравнивать. Ну, комара могу разрубить вдоль и поперек. Не всегда, конечно. Серкана говорит, что я быстрее него, но советовал не выкладываться настолько. Почему? Луиджиана застыла, пытаясь осмыслить скорости, о которых говорит новоявленный друг. По спине пробежала дрожь, ударила в сгиб коленей. Больно, пояснила Орландо, ткнул пальцем в левую сторону груди. Иногда кровью начинаю харкать, да и руки-ноги после болят, а то и чернеют, будто дубинкой получил. Это довольно быстро, пробормотала Луиджиана, чувствуя, как волосы на затылке шевелятся. Спасибо. Закончив, вернулись в шалаш. Орландо развел костерок в ямке. Покопавшись в мешке, достал припасы в виде полос вяленого мяса и окаменевшего хлеба. Что дальше хочешь делать? Спросила Луиджиана, приложившись к бурдюку. Ледяная вода ожгла глотку, и девушка закашлялась. Сипла выругалась и отставила бурдюк поближе к огню. Орландо пожал плечами и сказал задумчиво. Наверное, пойду в Рим. Давай просто сбежим, туда, где они нас не найдут. Может, в земле Славов или Магометан. Орландо покачал головой, ответил, глядя в огонь, облизывающие тонкие веточки. Сначала месть. Какой ты дурак, выдохнула девушка, отводя взгляд. В кабинете Гаспар расстелил на столе карту. Задумчиво черкнул свинцовым карандашом по сарконе, где впервые встретил Орландо. Провел линию до города, где с ним столкнулась воспитанница. Поразмыслив, дочертил к лагерю торговцев людьми. Опустился в кресло, поглаживая подбородок и разглядывая получившуюся фигуру. На металл стрелки к крупным городам поблизости. Ну, начнем отсюда. В конце концов, ты ведь и сам хочешь найти меня. Ветер бьет в лицо, замораживает кожу и старается пробиться через куртку и слой одежды к теплой плоти. Скулы нос и уши пронзают ледяные иглы мороза. Орландо закрывается руками, часто оглядывается на девушку, прячущуюся за ним. Мир разжался до крохотного пятачка, окруженного белыми стенами в юге. Парень сцепил зубы, проклиная погоду и чувствуя подступающую смерть. Кажется, они сошли с дороги и бродят кругами, а солнце неуклонно тускнеет, смещаясь за облаками к горизонту. «Смотри!» – крикнула Луиджиана, толкая в плечо и указывая рукой. Орландо сощурился. Среди снежного безумия проступает огрызок каменной стены с остатками крыши. Проламываясь через встречный ветер, путники прошли к ней, останавливаясь и разглядывая руины. Вьюга завывает в остатках крыши, гудит в печной трубе. Некоторое время ушло на обустройство лагеря в углу, надежно укрытым от непогоды и свободным от снега. Парень и девушка прижались друг к дружке, протягивая руки к огню, почти заталкивая кисти в костер. Тепло пока превозвращается в тела, принося с собой сонливость. Луиджиана клюет носом, опуская голову на плечо Орландо, кутается в плащ. В волосах запутались снежинки, искрятся в отцветах костра. Пламя разрастается, вгрызаясь в толстые деревяшки, собранные по руинам. Вздымается и опадает. Орландо подкинул новое полено и осознал, что спутница уснула. Бережно уложил рядом и накрыл своим плащом. Вгляделся в раскрасневшееся лицо и ощутил острый укол стыда. Вздохнул и сел поближе к огню. Вздрогнул. По другую сторону костра сидит темная фигура. Черная ткань скрывает очертания. Опускаясь складками на землю. А из-под капюшона блестят желтые глаза. Ладонь вцепилась в рукоять Даги. Парень склонил голову и спросил шепотом. Кто ты? Скиталица, ни больше, ни меньше. Проскрепила фигура. Голос у нее постарушечий дребезжащий. И что привело тебя к нашему костру? Уж больно не похоже, что ты страдаешь от холода. Верно, ответила старуха. Ни холод, ни голод, ни жара. Ничто мирское меня не беспокоит уже не одно столетие. Пожалуй, еще до падения Рима все это потеряло смысл. Дага бесшумно покинула ножны. Луиджана шмыгнула носом и, поерзав, уткнулась макушкой в бедро парня. Положила ладони под голову. И чем обязана таким интересом? Спросил Орландо, прикидывая, куда бить, чтобы убить одним ударом. Запах! Заскрепила старуха, поднимая руку. Ткань соскользнула, обнажая тощее предплечье с дряблой кожей, покрытая темными блестяшками. От вас обоих несет кровью бога. А девчонки слабее. А вот ты... Да, ты пахнешь, как человек, окропившийся ею. Нечасто такое встретишь. Даже в старые времена, когда дети богов водились во множестве. Чего ты хочешь? Раздельно сказал Орландо, сжимая Дагу. Да ничего. Простое любопытство. Хотя... Покажи мне левую ладонь. Орландо медленно подчинился, протягивая руку сбоку от костра. Так будет даже лучше. Если старуха попробует напасть, просто ухватит за ворот и рванет на клинок. Гостья взяла кисть, развернула, водя указательным пальцем по линиям и хмыкая. Да, как я и думала. Решила мне погадать? Спросил Орландо. Цыганки в молодости мне многое гадали, да все без толку. Да что они понимают? В голосе из-под капюшона проступила обида. Смотрят на линии, да и только. Ну и что же ты мне скажешь? Ничего. Тут ничего нет. Ты человек без судьбы. Старуха умолкла и зашла с тихим кашлем, скрывающим смех. Под капюшоном вспыхнули красные точки, а ниже блеснула молочно-белым. Орландо дернулся и с ужасом осознал, что тело не слушается. Старуха плавно откинула ткань, обнажая тощую морду с огромным ртом, обтянутым желтой пергаментной кожей. Будто маска. Нет, это она и есть. В старые добрые времена, заскрипело чудовище, поднимаясь. Кожа в уголках рта трескается, показывая ряд изогнутых внутрь клыков. Таких, как ты, не было. О, славная эпоха предначертанного. Простой и понятный мир. Оно провело пальцем по ладони Орландо к запястью, сдвигая рукав. Издало булькающий звук, увидев набухшее от напряжения вело. Высунуло тонкий язык с отверстием на кончике и облизнуло иссуншие губы. Перевело взгляд на Луиджиану, застывшую в сонном оцепенении и глядящую на тварь с непониманием. Хм, чью бы кожу поносить в этот раз. Девушка красива, но я уже вдоволь побыла женщиной. А вот парнем... Хм, тяжелый выбор. Может, подскажете? Что ты такое? Прохрепел Орландо, едва размыкая челюсти. О, какая воля! Даже говорить можешь, удивительно. Кто я? Раньше меня называли Морма, но это не важно. Существо окончательно выпрямилось. Ткань сползла на землю, обнажая усохшую фигуру и грудную клетку, похожую на скрюченные паучьи лапы. Порывы ледяного ветра, пробивающиеся через дыры в стене и крыше, треплют мертвую кожу, подобно и слевшему савану. Знаю, звучит не так угрожающе. Морма. Но что поделать? Имена выбирают нас, а не мы. Сказал монстр, разводя руками. Хлопнул в ладоши и начал поочередно указывать пальцем, то на Орландо, то на Луиджиану. Мальчик, девочка. Мальчик, девочка. Ах, какой сложный выбор. Кожа с лица начала осыпаться, обнажая челюсти. Язык дернулся, свесившись до ключиц. А, ладно, начну с нежного, а потом переоденусь в мужское. Костлявая лапа протянулась над костром, в спину болезни накальнула. Орландо вздрогнул. Скиевона с опаздывающим шелестом выскользнула из ножен и перечеркнула лапу у локтя. Предплечье отвалилось, как срубленная ветка, и рухнуло в огонь. Морма замер, перевел взгляд на обрубок, на поднимающегося Орландо. Движения парня вязкие, но меч подрагивает в руке, разворачиваемый для хлесткого удара в шею. Чудовище завопило. Бросилось бежать, перемахнув через обломок стены. Растворилось среди снежных вихрей. Вопли боли и ярости сплетаются с гулом метели, отдаются звоном в ушах. «Какого черта это было?» пробормотал Орландо, нащупывая болящее место на спине. Пальцы коснулись рукояти ножа, застрявшего в плаще и куртке. Парень обернулся на Луиджиану, поднимающуюся с земли. «Ну конечно, ученица моего врага вогнала мне нож в спину». «Ага», – буркнула Луиджиана. «Если бы ты не протягивал руки к кому попало, мне бы не пришлось этого делать». «Ты тоже была парализована». «Но нож достать сумела, не двигайся, сейчас достану, не больно?» «Нет, просто царапина ей, спасибо». «Всегда пожалуйста». Луиджиана села к огню, посмотрела на тлеющую руку и подняла взгляд к дырке в потолке. Вздохнула, понурив плечи, повернулась к спутнику, брезгливо отряхивающему скивону и спросила. «Что делать будем?» «Ну ты подремала, теперь моя очередь». «А после?» «Найдем эту тварь, как только метель уляжется». Орландо потер место укола, вывернул руку за спину, спрятал меч в ножны и опустился на землю, где до этого лежала спутница спиной к огню. Поерзав, положил голову девушки на колени и уснул. Луиджиана вздохнула еще раз и осторожно пригладила его волосы, женским чутьем догадываясь, что парень не спит, но вслушивается в шум ветра и скрип снега за стенами развален. На выходе из поместья Гаспар столкнулся с гонцом, что разом сжался и мелко затрясся, боясь взглянуть в глаза командиру личной гвардии понтифика. Перебарывая себя, парнишка протянул конверт, запечатанный красным сургучом. — Синьор, папа требует передать вам со всей срочностью. Гаспар взял конверт и взмахом руки отослал гонца. Тот юркнул за дверь и, не оглядываясь, побежал по расчищенной от снега дорожке, скрылся за кованными воротами. Первый клинок Ватикана сорвал печать и достал бумагу с золотым тиснением, пробежал взглядом по идееватым строчкам, скомкал и, сунов в карман, вышел из поместья, бормоча себе под нос. Корректировки так корректировки. Метель слезала следы чудовища, оставив обветренный наст, плотный, как сухая глина. Корка проламывается под сапогами, смачно хрустя. В небе застыли комья серого пуха, тянущиеся до горизонта и гор. Орландо сел, разглядывая впадину в снегу, хмыкнул и оглянулся. Луиджиана стоит рядом, держа ладонь на эфесе шпаки. Ветер треплет кончики волос, придавая девушке загадочный вид. В разрез плаща видна темная полоса одежды из ткани и дубленной кожи. Изо рта вырываются облачки белесого пара. Взгляд мечницы устремлен на стену леса, за который угадывается замерзшая река. «Ушел», – констатировал Орландо, загребая снег в ладони и начиная скатывать шарик. «А ты на что рассчитывал? Это и воля сда, и вьюга помогла». «Жаль, что впервые видел такое. А ты?» «Только в книгах. Да и то не уверена. Пошли к реке. Может, найдем чего. Или к деревне выйдем». Орландо поднялся, кивнул, подбрасывая снежок в ладони, и без замаха кинул в девушку. Комок снега ударился о плечо и рассыпался белой крошкой по плащу. Луиджиана отшатнулась, глаза округлились, а рот озадаченно приоткрылся. Парень засмеялся и получил снежком в лоб, откинулся на спину и рухнул с хрустом, проломив нас. Вскочил весь белый и начал закидывать спутницу комьями снега, рыхлыми и рассыпающимися до половины еще на подлете. Та прикрылась плечом и начала быстро комкать снежки, стараясь не выбирать свалявшийся снег. У реки вопросительно каркнула ворона, ошеломленная звонким смехом среди серо-белого угрюмства. Бой прервался, когда Орландо в очередной раз поймал снежок лицом и, смеясь, рухнул на колени. Луиджиана привалилась спиной к дереву, дыша так часто, будто бежала в керасе на гору. Это... выдохнул Орландо, поднимаясь, упершись в колено. Было весело. Фу, теперь еще обиднее, что не делал так в детстве. Да, мне тоже. Орландо растер уши, шумно выдохнул и выпрямился, махнув в сторону реки. Гаспар с ленцой закинул ногу на ногу, откинулся на спинку кресла, глядя на выстроившихся перед столом пятерых гвардейцев. У одного замотана половина лица, остальные трясутся, будто только что из сердца в юге. Слева потрескивает камин, а из окна по правую руку открывается вид на приземистый городок. «Вас было семеро», — сказал Гаспар, соприкасаясь кончиком пальцев и оглядывая подчиненных. «Господин», — промямлил забинтованный, сжимая шляпу на груди и опустив взгляд в пол. «Была вьюга, очень холодно. Вы были достаточно тепло одеты и снаряжены», — перебил Гаспар, не повышая голос. «Тем не менее, потеряли двоих и повозку с конем. Довольно дорогим конем. Это не считая снаряжения. И пришли спустя сутки». «На нас напали», — продолжил забинтованный, судорожно сглотнув. «Чудовище. Огромное, тощее и пастью такое, что ребенок целиком пролезет». «Оно убило ваших товарищей?» «Нет». «Тамаза и Кристиан убежали». «Оно просто пробежало мимо», — добавил ближайший к камину. «Орало жутко и прижимало к животу лапу, отрубленную по локоть. Я видел, как брызгала кровь». «Очень интересно», — сказал Гаспар. «Хотите сказать, это чудовище помешало вам?» «Нет, господин, нет! Мы все сделали!» «Молодцы! За повозку и коня вычнем из жалования. А пока свободно. Ступайте и отогревайтесь». Когда последний гвардеец закрыл за собой дверь, Гаспар поскреб подбородок, глядя в потолок. Задумчиво сказал. «Отрубленная, значит. Интересно, интересно. Хвала господу за подсказку». Достал из ящика карту, расстелил и свинцовым карандашом пометил лес в стороне от города. На подходе к реке Орландо провалился в снег по колени, выматерился, почувствовав, как холодное засыпается за голенище. Луиджа, нашедшая рядом, осталась стоять на плотной корке, но благоразумно отошла. Парень выкарабкался, задирая колени, и пошел с осторожностью, ставя стопу плашмя и хватаясь за стволы деревьев. Речка закована в ледяной панцирь, прозрачные, как стекло, и расчерченные белыми паутинками трещин. На противоположном берегу повозка, припорошенная снегом и перевернутая на бок, рядом лежит лошадь. Морда спрятана в сугробе, а над боком поработали волки или кто-то другой. Орландо и Луиджиана остановились, оглядываясь, ниже по течению вмерла коряга, а за нее зацеплен синий плащ, уходящий в лед. Спутники переглянулись и осторожно двинулись к нему. Панцирь льда издает тревожный, звенящий звук. Орландо всем существом чувствует каждую трещину, и как они разрастаются под весом людей. Лед у плаща куда тоньше, и через него на них смотрит синее лицо с выбученными глазами. «Утопленник», — сказала Орландо. «Гвардеец из Ватикана», — добавила Луиджиана. «Я его, кажется, знала. Таммаза или Том. В личном отряде сеньора... Гаспаро». «И что он тут делал? Тебя искал?» «Очень сильно сомневаюсь», — пробормотала девушка, закусывая ноготь большого пальца и нервно оглядываясь. «Давай лучше посмотрим, что в повозке». Содержимое повозки обнаружилось рядом, с ней до половины занесенный снегом труп. Заледеневшие, покрытые черными пятнами и вздутиями, словно под кожу напихали грецких орехов. Луиджиана отшатнулась, закрыв рот и нос рукавом, вскрикнула, утягивая Орландо за собой. «Чума?» Ветер гонит по льду белые ленты-поземки, нагоняет под тело, треплет обрывки штанов. В лесу каркает ворон, скрипят стволы деревьев, шуршит опадающий с ветвей снег. Орландо попятился, прикрывая лицо плащом и не спуская взгляда с мертвеца. Луиджиана тащит за собой, остановилась, дойдя до утопленника. Белые, замерзшие глаза, бесстрастно наблюдают за ними через корку льда. «Да чтоб тебе!» – выдохнул Орландо, оглядываясь, не лежат ли где-нибудь еще чумные сюрпризы. «Зачем гвардейцы его сюда притащили?» «А мне откуда знать?» Парень осторожно опустил плащ, вдохнул носом и провел взглядом вдоль берега по течению. «Река бежит глубже в долину, там наверняка есть деревни и города. Телега, чумной покойник и утопший в замерзшей полонии гвардеец. Они сбрасывали трупы в реку», – пробормотал Орландо, внутренне вздракивая. «Зачем?» «Хотел бы я знать, однако этот парень, – Орландо ткнул пальцем в утопленника, – не слишком разговорчив. «Может, хотели отравить реку?» «Тогда повозки будет маловато. Вода холодная, течение быстрое, а на дне полно раков или еще каких охотников до топлого мяса», – сказала Луиджиана. Над головами пролетел огромный ворон, скрылся за белыми кронами. Лед под ногами причудливо звенит, звук впивается в хребет ледяными штыками. Спутники вышли на берег, встали молча, глядя на телегу. Наконец девушка нарушила молчание. «Чудовище искать будем?» «Впекло его. Ты же сказала, что это личная гвардия длиннорукого урода. Значит, он где-то здесь?» «Возможно. Но сейчас зима. А зимой он предпочитает читать библию у камина». Орландо шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы, выдохнул носом и пошел по течению вниз. Сжимая рукоять с кьевоны, искались встречному ветру. Город зовется Гней в честь римского полководца Гнея Помпея, который по преданию остановился здесь лагерем. Собственно, из бывшей стоянки легионеров и ведет начало город. На главной площади стоит статуя полководца с обколотым лицом и одной рукой. По легендам, ее доставили из Рима после штурма Алариха. В пути, конечно, слегка повредили, но и слепой признает сходство с великим полководцем. Все это и многое другое Гаспар выслушал от местного пьянчуги в таверне. Первый клинок Рима поднял взгляд к морозной луне, зависшей над городом царапая крыша. Вгляделся в причудливые пятна, похожие на свернувшегося дракона. Под ногами замычал связанный пьянчуга. Извернулся, силясь заглянуть в лицо похитителю. Гаспар шумно выдохнул, опустил взгляд и сказал. А, наконец-то тишина. Знаешь, иногда стоит просто помолчать и насладиться моментом. Подумать о Боге и о посмертии. Для тебя самое время. Двое гвардейцев привязали к ногам пьянчуги мельничный жернов. Подняли вертикально. В глазах пленника плещется ужас. Стекает по щекам замерзающими слезами. Губы кривятся, силясь вытолкнуть кляп. Гаспар ухватил за челюсть, сдавил на стыке с черепом. Вот так. Бог любит тишину. Теперь немного потерпи, сказал Гаспар. И вырвал кляп, как пробку из бутылки. Пьянчуга закашлялся. Набрал полную грудь для крика и поперхнулся. В рот, ударив о зубы, протиснула стеклянная бутыль. Гаспар поднял ее, вынуждая запрокинуть голову. Пей до дна, представь, что это лучшее вино. Кадык пьянчуги судорожно задергался вверх и вниз. Сам он начал извиваться и пытаться вертеть головой. На лбу выступили шарики пота. Побежали вниз. Глаза лезут из орбит. Красные жилки кажутся черными в серебряном свете. Гаспар небрежно откинул бутыль. Подошедший гвардеец вставил кляп и перенял тело. Пьянчуга обвис в руках, свесил голову. С подбородка на припорошенную снегом брусчатку капают мутные капли. Двое мужчин дотащили до колодца близ статуи. Мешком перевалили через край. Мельничный жернов, полетевший следом, звонко ударился о стенки. Мощно плеснула и наступила тишина. Гаспар улыбнулся, прикрыв глаза, и поднял лицо, вслушивая шуршание снежинок. Гней славится теплыми водами и горячими источниками. Прекрасное место для рода различной заразы. «Что теперь?» Спросил один из гвардейцев, поднося начальнику плащ, отороченный листьем мехом. «Ничего, не пейте воду, и совсем уж молодое вино. Его часто разбавляют». Гаспар накинул плащ, отдернул ворот и вновь посмотрел на луну. Свет отражается в зрачках, превращая их в капли ртуте. Скоро начнется эпидемия, и это хорошо. Раз этого хочет папа, того желает Бог. Гаспар глубоко вдохнул носом. Губы разошлись в хищном оскале. Слабая кровь погибнет, а сильная выживет и послужит богоугодному делу. Гаспар взмахом руки отослал гвардейцев и зашагал в сторону церкви. Приступно маленькой, но с внушительным крестом на шпиле. Дойдя до его тени на снегу, мужчина опустился на колени, сложил ладони в замок у носа и затвердил молитву. Орландо замер и потянул с Киевону из ножа, вглядываясь в черную фигуру, бредущую навстречу. Полы площада, колен в налипшем снеге, за спиной внушительный тюк с торчащими с боков деревяшками и подцепленным котелком. Рядом с фигурой по насту трусит черный кот. Хвост вздернут, взгляд устремлен на парня с девушкой, а уши прижаты. Луиджиана остановилась рядом с Орландо, глянула на него, на бредущую фигуру и положила ладонь на эфес шпаги. Порыв ветра приподнял капюшон, показывая тусклые волосы, заплетенные в тонкие косички, острое лицо, прочерченное первыми морщинками. Женщина остановилась, кот сразу сел на носки сапога, подняла взгляд на спутников, неуверенно улыбнулась и помахала рукой. Добрейшего денька, молодые люди. Уж простите, но я совсем не богата, не могу поделиться лечебными травками или сбором для заварки. Голос у незнакомки мягкий, вызывающий образ уютной комнаты и растопленного камина с запахами луговых цветов. Орландо замедленно спрятал меч, сказал, делая отрицательный жест. Мы не разбойники. Правда? Прищурившись, сказала женщина, потерла ладони и дыхнула на них. Я, наверное, отстала от моды. С каких пор путники приветствуют друг дружку вниманием клинка? С тех пор, как на них напала тварь в черном? Ответила Луиджиана, оглядывая незнакомку и особенно кота, прожигающего девушку взглядом. Женщина всплеснула руками, на миг став похожей на черную птицу, готовящуюся улететь. Выдохнула. Вы встретили Морна? Удивительно. Неужели я вижу призраков? Вроде нет. Выглядите вполне живыми. Как вы от него убежали? Он слишком много болтал, буркнул Орландо. В итоге лишился руки и убежал. Незнакомка охнула, подалась назад, и кот с негодующим мяу забалансировал на одном носке, силясь умастить зад и не плюхнуться в снег. Ветер тронул волосы парня, и ноздри женщины дрогнули. На лице появилось озадаченное и даже испуганное выражение. Она подняла руку и, ткнув пальцем в Орландо, пробормотала. От тебя пахнет кровью Бога. Мне об этом говорят слишком часто, в тон ответил Орландо. Стоит хорошенько помыться? Это не поможет, сказала женщина, качая головой. Кот таки удержался и выпрямился, гордо выпитив грудь серой шерстью, обвил лапохвостом. Ветер треплет мохнатые бока, уносится к замерзшему руслу и лесу за ним. Уши кота поддрагивают, ловя одному ему слышимые звуки. Меня зовут Аксинья, а это чудовище осмоды. Не бойтесь, он только царапается, сказала женщина, улыбаясь, и наклонившись, поскребла кота меж ушей. Хвостатый потянулся за нежданной лаской, привстав на задние лапы, вытягивая шею. Луиджиана вздернула бровь, сказала, водя пальцем по навершию Эфеса. Не самое удачное имя для кота, да и вообще для кого-либо. О, он прекрасно откликается и на кис-кис, а еще лучше нажрать. Кот требовательно мяукнул и уставился в лицо хозяйки. Та засмеялась и указала на присыпанные снегом деревья, склонившиеся в подобии шалаша. Что ж, меня никто за язык не тянул, придется кормить. Молодые люди, вы не против присоединиться? Думаю, вы, как и я, изрядно замерзли. Укрытие действительно оказалось шалашом из стянутых друг к другу молодых деревьев, для надежности, проложенных меж ветвей хворостом и мхом. Аксинья любезно пояснила, что такие делают охотники, чтобы было где пережить непогоду или заночевать. Внутри обнаружилось кострище, выложенное покатыми камнями и маленький запас дров. На последние сразу же улегся кот, подтянув лапу под себя и для верности хвост. На новых знакомых смотрит с нескрываемым презрением, посверкивая желтыми глазами, будто примериваясь, как ловчее вцепиться в глотку. Ведьма, а это была именно она, кто еще будет давать коту такое имя. Развела огонь, достала маленькую сковородку и причудливую конструкцию из стальных полос, которую разместила над огнем. Растопила кусочек мерзлого масла, посыпала травяным порошком и бросила в сковородку кусочек мяса. Кот вытянул шею, наблюдая, облизнулся, на миг показав сахарно-белые клыки. «Уж простите, что не предлагаю вам», сказала Аксинья. «Но я очень плохо готовлю, да и запасы не бесконечные. Могу предложить сбор, у меня как раз есть железная окружка для заварки». «Было бы неплохо», осторожно сказала Луи Джоанна. Оглянулась на Орландо, но тот целиком поглощен созерцанием кота. Обычные дворовые коты, к которым он привык, были поголовно тощие, с подранными ушами, от постоянных драк меж собой и крысами. Этот выделялся бы среди них, как король среди крестьян. Пушистый, большеглазый, с властно-широкой мордой и роскошными усами. Хвост, как полено, даже у лист тоньше и жиже. Котяра выхватил кусок мяса, протянутый хозяйкой. Начал торопливо жрякать, периодически шипя на горячее лакомство и ударяя лапой. Ведьма улыбнулась, отставив сковородочку. Принялась заваривать травяной сбор. Вскоре по шалашу потекли странные манящие ароматы. Вдалеке закричал зверь, кажется олень. Ему ответил глухарь и все стихло. Пошел снег, крупными перьями, что величаво опускаются в полном безветре, напавшем на лес. Орландо взял деревянную кружку, в которую перелили из железной обеими руками, поднеся к лицу и шумно вдохнул ароматный пар. Выдохнул и глянул на ведьму поверх. Что ты знаешь о крови Бога? Что-то знаю, но, может, вы уже представитесь? Ведьма знала не так много, как рассчитывала Орландо. В основном, это были пространные рассуждения о природе Божественного и его влиянии на мир. Легенды, на вроде той, что первую кровь Бога люди получили, когда распяли Христа. Что она, подобно жемчугу, собралась у подножья Христа, а гвозди и копье, оборвавшие жизнь Сына Божьего, обрели силу. А как же Святой Грааль? Спросила Луиджиана, стоило ведьме остановиться. А что он? Глухо отозвалась чаровница, протягивая отвар, будто вино. Иосиф исчез вместе с чашей, а Лангин и гвоздоносцы слишком поздно спохватились, так что вместо мира им пришлось довольствоваться Римской империей. Странно звучит, ведь ромеи владели большей частью мира. Возможно, старый еврей помог Аллариху, а может, это сделал его потомок. Кто знает. Орландо долго молчал, глядя, как за пределами шалаша падает снег и тускнеет свет. Наконец спросил, а как убить носителей этой самой крови? Аксинья пожала плечами и сказала задумчиво, а как вообще убить того, кто приблизился к Богу? Хотя, ты ведь уже проливал кровь такого человека, а раз он кровоточит, то и смертен. Не обольщайся, употребивший кровь очень-очень живучи силен. Лонгин и гвоздоносцы это доказали наглядно. Сколько вам лет, что вы об этом так уверенно рассказываете? Сказала Луиджиана, вглядываясь в морщинки ведьмы. О, девочка, тебе ли не знать, что нельзя спрашивать возраст у женщин? Это ведь первейший способ нарваться на ложь. А какой первый, поинтересовался Орландо? Спросить а ее любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!